Ребята, всем привет! Сегодня неделя и один день после родов. Мы вышли первый раз, не считая похода к педиатру, мы вышли погулять с коляской наконец-то. Сейчас очень сильный ветер и местами даже еще лежит снег, потому что ночью минусовая температура, ночью минус 3, минус 4. Сейчас показывает плюс 4, но очень сильный ветер. Вот мы сейчас встали немножечко в закуток, где нет ветра, поэтому нормально. Я сейчас хочу сделать немножечко фоток для инстаграм, и для этого мне надо раздеться, потому что я надела свои штаны, в которых я хотела выписаться из роддома, которые на тугой резинке, но в итоге решила не рисковать, так как все-таки живот у меня был немаленький еще, и не хотела там ничего передавливать. Поэтому я сейчас экстремально быстро сниму куртку и пофоткаюсь. Ну, я думаю, что, конечно, эти фотки вы уже, наверное, увидели в инстаграм, так что, если что, подписывайтесь. Что это такое? А я в отражении себе привет передаю. Там меня видят. А, это мой брат меня снимает, понятно. Не извините, яркое солнце, вот, могло показаться. Без очков. Ну, выглядишь отлично. Ну, спасибо. Там зап? Конечно. Отлично, мы пришли с Левой, с моим братом, с мужем и с малышом. А сейчас пойдем пофоткаемся, и я быстренько опять одену. Я брата запрягла, чтобы он меня поснимал немножко. Пойдем. Вот, ребят, в мой outfit такие вот штаники я покупала. Это ASOS. ASOS Toll. Это S размер, представляете? Они очень на высокой посадке, и длинные такие трубы. Как помните, в 2000-е были модно. Короче, мне очень понравился такой дизайн. Я хотела вот их на выпуску и кроп-топ. Но в итоге кроп-топ, который я хотела, он тогда не пришел к сроку. В общем, я оделась, как оделась. Но зато сейчас штаники недели, я считаю, отлично смотрятся. Так, ну, в общем, мы пришли с прогулки. Мелкий что-то плачет опять. Но он с папой. Я, конечно, довольна очень собой, как я много походила. Но хочу сказать, что я все еще принимаю обезболивающие препараты. Потому что у меня бывает, что все равно тянет еще шов. Сейчас. Так, в общем, ребят, я уже опять, ну, не опять, а переоделась в домашнее, так сказать. Вот. С мелкими никогда особо не успеваешь записать. И также я вот сейчас мужу сказала, что пришли с прогулки. Я сделала, точнее, пока кормила мелкого, попросила мужа сделать чай ромашковый. Сейчас пока то, пока одно, другое, третье, там мелкий срыгнул. Все надо было переодевать. В общем, чай уже холодный. В общем, типичная вещь. Типичная вещь молодых родителей новоспеченных. Кстати, я вам хочу сказать имя, наконец-то, нашего малыша. Мы его назвали Петей. Вот так. Теперь у нас два мальчика. Лёва и Петя. Я думаю, что мне очень нравится это имя, Петя, Пётр. Красиво звучит на разных языках. Так что теперь вы знаете. Вот. Надела свои добременные штаны. Напомню, сейчас прошла неделя и один день после родов. Животик, конечно, есть. Я говорю, к вечеру, вот сейчас уже вечер, наверное, 7 часов где-то, может, тоже позднее. Он напухает больше с утра. Вообще прилично выглядит. Ну, вот так вот. Ну, вообще неплохо, я считаю. Я считаю, что очень даже неплохо. Тем более, знаете, вот первый раз я очень расстраивалась там по поводу живота. Потому что не ожидала, что он будет такой большой. Сейчас я уже знала, что это всё так быстро не уходит. Поэтому я начинала в этом плане. Ой, всё, пошла. Доброе утро. Они не знают, да. Они даже не видели эту машинку. У нас завтрак. У меня брат сидит с Петей. Сейчас будем кушать. Горчичка. Да, вертолёт не из будущего? Приятного аппетита. Приятного аппетита, спасибо. Какие другие машинки? Ставь хлеб, пожалуйста. Белый хлеб? Да. Как тебе бокал, Саня? Такой. Гоблэт. Да, как кубок. Не поставь, не поставь. Вот, на солнце красиво смотрится. Это я купила на Вайлберрис ещё, когда можно было покупать на Вайлберрис. Они разного цвета. Да. И суперпапа. Горчичка. Давай я тебе могу, I can help you. You can pass the ketchup. Pass the ketchup, пожалуйста. Спасибо. Длинная колбаска. Длинная. Это во что ты играешь, Лёвчик? Слайм. Слайм? Не делать фотки. Ты не любишь фотки делать, да? Скажи, ты не блогер. Скажи, я не блогер. Я блогер. Ты блогер? Да, потому что я делаю фотографии. А давай, чтобы у меня была большая, огромная колбаска. Давай, будем огромную колбаску делать. Ну-ка. Это кто тебе такой слайм подарил? Никто. Никто? Я думала, папа тебе подарил. На пол не надо, потому что иначе слайм будет грязный. И там всякие каки к нему прилипнут, волосики к нему прилипнут. Поэтому на пол не надо его ронять. Потому что если слайм будет... Он просто липкий, да? Он липкий, правильно. Может, что-то ему прилипло. Уже что-то прилипло к нему? Какая-то кака, да? Можешь вытащить? О, молодец. О, молодец. ждем регистрации ну что ребят привет сейчас утро 8 30 утра могу сказать что конечно у наших начались тяжелые будни потому что у пейте очень много газов у него газики и мучают его они на протяжении вот началось это где-то дня так три назад но постепенно то есть не так сильно чуть-чуть как бы был у него вздутие газики но как-то проходило а сейчас прям вот прошлой ночью и позапрошлой ночью в общем да газы мучают просто страшно и мы уже не высыпаемся вторую ночь подряд потому что он постоянно кряхтит пытается там видимо как-то ну от них высвободиться от этих газов у него ничего не получается и очень только вот на ручках может сидеть потому что без рук сразу тоже начинает кряхтеть тужится краснеет на общем да не просто я надеюсь что этот период скоро пройдет потому что я знаю что мамочки за медном режиме с вами разговариваю потому что ну у меня реально уже две бессонные ночи подряд днем тоже не дает нам выспаться потому что тоже требует к себе внимание но я думаю что мамочки кто сталкивался с проблемой газиков у младенцев новорожденных меня поймут что это очень сложно ты хочешь помочь ребенку как только можешь но на самом деле тут помощи вариантов не так уж и много поэтому конечно тяжеловато я думаю по моему лицу видно что я так ребят ну что теперь вы будете видеть только так замотанную я думаю что это классика новоиспеченных мамочек несмотря на то что у меня уже я уже мама на опыте все равно колики нас не обошли потому что тут хоть ты на опыте хоть ты без опыта если они есть то они есть уже прошло несколько дней с моего предыдущего включения и колики конечно еще присутствуют то есть было получше чуть-чуть но ребенок успокаивается вот сейчас он спит в коконе просто чудом каким-то удалось его уложить потому что конечно я с одной стороны не хочу приучать к рукам потому что вот лёву мы таким образом приучили к рукам но у лёвы кстати не было таких колик как у пети у лёва был там понятно и вздутие думаю что это хоть раз было у любого младенца но так чтобы на протяжении нескольких дней как бы вот это вот все не проходило и ребенок мучиться и тужится и животик напрягается лёва такого не было но туда тут конечно он успокаивается лучше всего на ручках на ручках конечно я не могу как мама говорят там да не при не приучай к рукам потому что потом из рук не слезет я это все понимаю я это все прошла с лёвой потому что лёва нас был очень ручной ребенок но с другой стороны я также понимаю что я не могу не помочь своему ребенку я не могу когда он там орёт кричит надрывается бедные тужица краснеет уже там чуть ли не синеет у него губы уже трясутся я не могу его не брать естественно я возьму ему я возьму его помогу прижму там к себе похожу покачаю немножечко ну чтобы ему как-то облегчить вот это состояние потому что ну я по-другому просто не могу вот и в принципе конечно мы там из врачом консультировались и врачи тоже у них разное мнение думаю что вы понимаете что это все равно у одного врача он считает что там нужно например пользоваться допустим газоотводными трубочками кто-то считает что категорически этого не нужно делать потому что ребенок может привыкнуть и потом там будут другие какие-то проблемы с этим связаны в общем очень много разных мнений я считаю что тут нужно конечно же включать тоже свое материнское родительское чутье пробовать разные разные методы просто смотреть что подходит вашим конкретном случае вашему ребенку и вам вот потому что методов понятное дело их не так много это массаж это там какие-то капельки которые помогают с газами до укропная водичка вот этого газоотводные трубочки клизма но в принципе их не так много они все одинаковые просто для кого-то работает одно для другого другое понятно что в питании тоже можно что-то поменять до чтобы эта ситуация улучшилась но скажу я вам так конечно колики это очень тяжело для ребенка и для родителей потому что это бессонные дни бессонные ночи особенно когда если ребенок успокаивается только на руках нельзя ничего сделать привезли нельзя сходить ни в туалет никуда но вот сейчас вот он спит в коконе я могу хоть немножко отдохнуть час час дня и я пользуюсь возможностью спать вот почему-то не могу ну хотя бы лежу просто так минут по телефону позвонили поэтому пришлось прерваться ну в общем да я считаю что конечно такая вещь которая если она есть то она просто надо перетерпеть потому что как правило она длится до полутора до двух месяцев потом проходит вот ну будем смотреть будем действовать по ситуации рекомендации мы все уже получили и просто сейчас уже смотрим что полосу для нас работает что не работает и надеюсь что скоро газики колики нормализуются напишите пожалуйста что помогало вашим деткам мне будет интересно почитать потому что я очень много в инстаграмм тоже вас спрашивала мне делились тоже мамочки кому помогали трубочки допустим дайте газа отводные кому-то вообще это просто по боку ну вот опять таки да это все очень индивидуально я это прекрасно понимаю также какой там с креслом качалкой да я тоже спрашивала как у вас дети сидели не сидели на проле вообще не сидел ни дня в этой качалке ему она была вообще по барабану то есть я как только туда клала он раздражался и сразу орала и все то есть нам она вообще не пригодилась вот а кому-то вообще говорят что то маст хэв чтобы из этой качалки не представляют свою жизнь вообще что-то очень удобно и можно с собой брать там и в гости в ресторан и все такое но это зависит конечно же от ребенка поэтому тут все очень индивидуально пробую отдохнуть у у у у у у